Я хотел еще сказать следующее. Я беседовал последние там 2-3 дня, мне доводилось с нашими офицерами, которые субботы, в этой трагической субботы находились на линии огня, и, ну, один из них сказал, например, что такого уровня, при этом это человек очень, такого уровня подготовки противника, он находился там с полудня субботы, то есть в полудня он вступил в первый бой, потому что такого тактического мастерства он ни разу у террористов, ни из Балы, ни Хамаса, ни где там, не видел, и сейчас я думаю, что это вопросы нашей разведки, и она должна, обязана ответить на этот вопрос, а кто их готовил, вот те, кто эти замечательные люди, которые так подготовили КАМАЗ, что никогда раньше мы не видели такой уровень тактической подготовки, и уровень экипировки был тоже совершенно не соответствующий нашим обычным представлениям об их экипировке, то есть наличие гаджетов, наличие, в том числе, беспилотников, наличие электронных средств связи там и так далее, то есть кто-то здесь приложил руку, я не хочу заниматься спекуляциями, пусть наша разведка ответит на этот вопрос, и пусть соответствующие наши, так сказать, структуры найдут способ призвать к ответу тех людей, которые вот приготовили против нас такую, ну, собственно, что произошло в эту роковую субботу? Ну, бригада спецназа, потому что примерно 4-5 тысяч человек участвовало в нападении на Израиль, это численность бригады, то есть бригада спецназа напала на полупустые, фактически, военные базы, и на населенные пункты, где были китотканы вот эти вот наши силы самообороны, пооруженные пистолетами, да, практически почти везде. Ну, давайте теперь разбираться, кто эту бригаду спецназа подготовил, подготовил эту операцию, которая была подготовлена на очень высоком уровне. Похоже на Вагнера. Смотрите, я не хочу заниматься спекуляциями, ну, есть две основные теории, да, кто-то говорит, что это ГРУ, кто-то говорит, что это Иран. Притом, те, кто говорят, что это ГРУ, говорят, что только ГРУ могло так подготовить, и кто говорят, что Иран, наоборот, что ГРУ так не умеют, они только профессиональные, значит, это мог быть только Иран. Но кто-то это сделал, кто-то это сделал. Мы понимаем, что Хамас так просто не мог аккумулировать из воздуха эти знания и навыки.